Российская Федерация продолжает налаживать сотрудничество с Китайской Народной Республикой и первый государственный визит президента Владимира Путина после инаугурации был в Китай. Деловые и культурные связи между двумя супердержавами находятся на историческом позитивном пике. И поддерживая эту тенденцию, губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с губернатором Народного правительства провинции Ляонин КНР Ли Ли Ченом. Подробности в сюжете нашего корреспондента Анастасии Новичковой. Открывая встречу, глава региона поблагодарил губернатора Лила Чена за ответный визит делегации провинции Ляонин КНР в Тверскую область. В этом году Тверские производители успешно представили и реализовали свою продукцию на двух крупных выставках, которые прошли в Шиньяне и провели большое количество переговоров. Мы видим высокую динамику роста товарооборота между Тверской областью и КНР. Объем товарооборота в прошлом году вырос более чем на 30% и с 2020 года он увеличился в три раза. Глава региона подчеркнул, Тверская область готова увеличить поставки в Китай продукции пищевой, сельскохозяйственной, деревообрабатывающей промышленности. В свою очередь Тверской регион заинтересован в поставках высокотехнологичного оборудования и комплектующих из КНР. Также глава региона акцентировал, в связи с выгодным географическим расположением Верхней Волжи между Москвой и Санкт-Петербургом, крупнейшими рынками сбыта Тверская область может стать центром поставок продукции из Китая в Россию. В планах на этот год вообще стоит кэкспод около полутора тысяч тонн. Мы сейчас занимаемся разрешительной документацией и очень рассчитываем, что это удастся сделать. В следующем году мы планируем утроить эту цифру. У нас одни из самых современных технологий, роботизированные системы по переработке мяса. Поэтому мы уверены, что можем предложить китайским партнерам очень хороший сервис, оконечным китайским потребителям, хорошее качество и вкус. Среди приоритетных направлений сотрудничества с провинцией Ляонин, Игорь Руденя назвал развитие промышленной кооперации между предприятиями, размещение в Тверской области производств китайских товаров, реализацию совместных проектов в сфере культурного взаимодействия, взаимное увеличение туристического потока. Экономика китайского туризма велика. И многие, конечно, боятся китайский туризм, но я думаю, что его не стоит бояться, его нужно просто грамотно, правильно отстраивать. Тверская наша базовая, родная, здесь у нас каждый город, в нашем туре, экспедиции, неформатном, нестандартном. Как мы говорим, мы исследуем уникальную, непроявленную Россию. Берем уникальные места, не только базовые, которые известны всем. В числе предложений китайской стороны – продолжение и расширение сотрудничества в отраслях промышленности, туристической сфере образования и дальнейшее укрепление культурного обмена. Численность населения провинции Ляунин составила 42,6 миллионов человек. Экономика Ляунина включает в себя машиностроение, металлургию, нефтехимию, IT-индустрию, энергетический комплекс. Учитывая большой потенциал, губернатор Игорь Руденя отметил, что сотрудничество будет и дальше динамично развиваться и реализовываться в практических проектах.